всем привет ребят с вами как всегда ваш канал дневник системного администратора и сегодня я хотел бы затронуть такую тему типы твердотельных накопителей м2 очень часто сейчас пользователи использовать м2 накопители на своих материнских платах до которые имеют большую скорость передачи данных и очень часто главным фактором является выбор данных накопителей то есть вы должны правильно распознать и понять какой вам накопитель правильно нужно установить на вашу материнскую плату дело в том что очень часто делают ошибки и тем самым можно потерять либо же скорость либо же можно просто переоценена купить намного дороже какой-то накопитель который не будет выдавать свои характеристики на вашей материнской плате как правильно узнать как правильно узнать вы можете например скачать приложение которое называется space и заходите на вашу системную плату смотрите вашу материнскую плату название да и название скопировали здесь можно посмотреть типы разъемов да тоже пися и поколение 3 вот мы видим все это здесь мы можем посмотреть но более подробно вы можете почитать естественно в характеристиках вашей материнской платы название взяли полностью ваша материнской платы заходите в браузер вы видите открываете например нашли вашу модель у писали я вот писал нашел открываю вот моя материнская плата опускаясь ниже и мне нужно найти дисковая подсистема как видим у меня восемь портов сада 3 0 идут которая по 6 и байда и есть у меня два порта которые м2 н в м е накопитель как видите это очень важно у меня не м2 сада а м2 н в м е это тоже имеет значение да в дальнейшем я на видео сейчас вам это все расскажу и так давайте теперь по порядку разберем что и к чему чем все это дело отличается и так в первую очередь ребят ssd м2 что это такое м2 это вообще по сути это форм-фактор вашего ssd шника это тоже это тот же ssd но без пластикового корпуса то есть получается вы все привыкли что ssd это пластиковый корпус да вот такое вы сейчас увидите это все на картинке и вы думаете что это ssd только нет ssd это тоже как видите вот такой может быть это как без пластикового корпуса это уже твердотельный накопитель это просто плата на которой расположены чипы контроллер и буферная память у них есть разные размеры конечно же они могут быть от маленького большим там например 22 30 22 42 там 22 80 22 110 первые две цифры это ширина в миллиметрах остальные это длина ширина всех плат естественно бывает 22 миллиметра а длина варьируется от 30 миллиметров и до 110 миллиметров накопитель ssd м2 подключается в специальный слот без кабелей питания и шлейфов питаются они от материнской платы вот я на картинке все это дело показа вы увидите взаимодействие с материнской платой и процессором идет через разные шины и стандарты sata например может быть может быть писяй или же nvme через один и тот же м2 слот диск может передавать данные по-разному у вас может быть на материнской платье до стоять м2 слот но он будет иметь разные то есть передача данных это может быть сато это может быть писяй и может быть nvme по старой и медленной шине это будет сато и более современная это конечно же будет писяй поэтому когда речь идет об м2 накопители подразумевает просто форм-фактор как он будет подключаться и насколько быстро работать зависит от ключа на вашем материнской плате м2 это будет сато или же будет это м2 nvme смотрите м2 это не всегда просто ssd это лишь форма который могут существовать и другие модули например там вайфай bluetooth nfc или же иные технологии здесь мы разобрались давайте разберемся что такое м2 сато м2 сато это тот же ssd которые вы обычно знаете два с половиной дюйма но форм-факторе он уже идет м2 он подключается через сато разъем вот такой вот так он выглядит вы увидите здесь есть два ключа как видите на данном этапе почти всегда у них ведь есть два разреза таких на плате это ключи м и би отличить их довольно просто разрез ключа би справа у м слева если вы будете смотреть на к плату сверху и так самым главным отличием и то есть скорость м2 сато ограничена скоростью самой последней версии на примере все бы это будет сато 3 то это будет 600 мегабит секунда вот таким и характеристики вы должны знать далее давайте рассмотрим же конечно же м2 nvme или же м2 пися и nvme это тоже ssd диск м2 но с интерфейсом подключения уже идет nvme который передает данные через шину пися и экспресс вот такой он выглядит вот так он выглядит как вы видите на картинке у такой платы один ключ только м поэтому м2 sata ssd можно подключить к любому разъему м2 а вот совместимость м2 nvme не такая высокая версии с ключом би уже практически конечно же не встречаются вот такие диски развивают большие скорости на чтение поэт потому что нет помех виде пропускной способности сато шины отклик при доступе к устройствам м2 nvme тоже гораздо выше например скорость диска samsung там 910 его там будет 2280 до беся и экспресс например че x4 nvme будет скорость на чтение три с половиной тысячи она запись 2 300 при этом ssd накопитель например там кинстон будет а 400 и том же форм-факторе которая работает посадает 3 иметь меньше характеристики там например 500 на чтение 320 на запись да вот тоже будет скорость варьироваться в этих пределах поэтому в это важно знать итак давайте сравним разницу м2 sata и м2 nvme нюанс в том есть что эти скорости теоретически но на практике большинство операций происходит конечно же с маленькими файлами поэтому важно не последовательная скорость течения файлов а скорость работы со случайными блоками у nvme здесь небольшое преимущество перед сато скорость загрузки например операционной системы и программ с nvme намного будет выше чем у сато nvme накопители это хороший выбор при работе с крупными файлами и например с видео м2 sata тоже есть свои достоинства они например не греются а значит не требует дополнительных никаких радиаторов для охлаждения хотя сам слот м2 sata обычно стоит рядом с видеокартой при этом для м2 nvme ситуация конечно же будет совсем другая потребление электричества будет перевышать больше чем сато несколько раз и он будет сильнее греться как вследствие контроллер может перегреваться и показатели накопителя будут ухудшаться качество решения данной ситуации в часто вы видите что с nvme накопителями идут радиаторы для охлаждения пассивного вот ребят почему при выборе ssd диска нужно ориентироваться на выбранную материнскую плату требования к скорости чтения записи и финансовые ваши возможности вот для этого я вам показывал начале что правильно нужно открыть и посмотреть разъемы которые есть на ваше материнское платье чтобы правильно подобрать ваш ssd накопитель которые будете устанавливать на вашу материнскую плату и теперь посмотрим давайте перейдем на интернет-магазин и посмотрим если разница вот видим да вот здесь у нас указано nvme накопитель видим да здесь у нас указано тоже писей накопитель да а вот здесь уже у нас будет указано вот видите м2 сата накопитель то есть получается он уже будет на скорости чтения уже намного ниже то есть вот такие вот есть отличия не вот видите с двума замками идут вот ребят на данном этапе я буду завершать данное видео напишите пожалуйста комментарии под видео поделитесь своим мнением поделитесь этим видео с друзьями это поможет продвинуть видео вперед с вами был канал не системного администратора ставьте свои лайки пишите комментарии делитесь с друзьями всего вам хорошего до свидания не ломайте свои компьютеры удачи